Победа или поражение без единого удара в Красногорске прошел первый открытый турнир по грэпплингу. Основная цель, разумеется, чтобы дети получили опыт перед более крупными стартами, соответственно, боролись. На соревнования приехали порядка 200 девчонок и мальчишек. Первых значительно меньше, но те юные спортсменки, которые не побоялись выйти на татами, доказали, дергать за косички их не стоит. Поддержать спортсменов приехал чемпион мира Джефф Монсон. Дети – это наше будущее. Очень хорошо, что они приходят сюда, занимаются спортом, участвуют в соревнованиях. Это как минимум задел на будущее и пропаганда здорового образа жизни. И спорт – это всегда хорошо. География соревнований. Вся область. Больше всего представители из электростали Рыбинска-Воскресенска. В команде городского округа Красногорск 31 спортсмен. Самому юному участнику соревнований 6, старшему 15. Мне было сложно, очень стойкий боролся. Мне все сделали пароход в ноги. И когда я делал спрол, многие доделали бросок. А оттуда, из партера, уже когда я держал гард, мне было очень сложно соперника перевернуть. Чем вам вообще грэплинг нравится? Грэплинг – то, что в грэплинг можно делать болевые. Там гильотины можно делать. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Опалиха». Он новый, но уже завоевал сердца юных спортсменов. В секции ребята записываются с удовольствием. 20-25 человек. Но ввиду того, что у нас сейчас пошли другие виды спорта, как карате, кудо, ММА, классическая борьба, грэплинг, он же бразильский джиу-джитсу, без кимоно. Пять видов спорта. То есть в каждой группе сейчас у нас по 10-15, а то и 20 человек. Лучшим в первом открытом турнире по грэплингу вручили медали. Подобные соревнования станут ежегодными, обещают организаторы. Такое. Примерно он. Продолжение следует...